Он же каким образом рассуждает? Он рассуждает не исходя из того, какие есть люди в наличии на самом деле. То есть есть ли вообще такой человек, у которого есть все абсолютно эти скиллы? Он рассматривает исходя из того, что нужно делать вот это, вот это, вот это, вот это и вот это. И без этого ему кажется, что человек с этим справиться не сможет. И вот таких вот звездочек может получиться в результате такой маленький ежик. То есть если бы такие люди были в жизни, это было бы счастье. Но на самом деле, знаете, закон 80 на 20, оно в жизни так и бывает. То есть 20% требований к вакансии на самом деле требуется в реальном перформансе. То есть и как правило, какой-нибудь, например, софт скилл, например, коммуникейшн скилл, он может вытянуть за счет коммуникейшн скилла и, собственно, все остальные требования, которые там были, они как бы не сыграют ничего. Есть множество, на самом деле, примеров. И самый лучший, на самом деле, для меня пример – это паралимпийские чемпионы, у которых нет много, они занимают первые места. И, собственно, это говорит о том, что талант, он нужен. Но когда мы видим потенциальную возможность, мы находим другие таланты, не обычные, не те, которые ожидают от нас. Мы находим другие таланты, которые позволяют нам быть успешными в этой роли. Почему мы пришли к тому, что нам нужно управлять талантами? А пришли мы к этому, потому что компания наша достаточно большая, 2 600 тысяч человек. Я понимаю, что в маленьких компаниях, я работал в маленьких компаниях, управлял маленькими компаниями, часто проблема управлять талантами не стоит по многим причинам. Во-первых, как бы все на виду, управлять как бы нечего, оно происходит как бы естественно, на регулярной основе, там занимаетесь, но как-то не происходит. Во-вторых, вторая причина, проектов там не так много. То есть управлять талантами, есть смысл, когда у тебя огромное количество оппортининг, талантов и оппортининг. Если у тебя оппортининг, 2 вакансии открыто, чем там управлять? Есть 2 вакансии, как бы, вот 2 коллеги. Управляй ними, не управляй, эффективности никакой не будет. У нас получается здесь такой челлендж. У нас 10 стран, 20 центров разработки, опять же, у крупных компаний это у многих такая ситуация. У нас компания быстро растет, 30% в год и 3,5 тысячи проектов. То есть тут, на самом деле, если этим не заниматься специально, если не пытаться управлять этими оппортинингами, ну, 2600 человек и 3,5 тысячи проектов, то на самом деле у людей возникает определенное ощущение дисбаланса. И, собственно, мы сейчас это увидим с вами. Вторая причина, почему мы решили этим заниматься. У многих компаний такая же проблема, у них большие компании, там, да, у них распределенные компании, большое количество проектов, но они не занимаются управлением талантами, потому что у них ценности другие. То есть управление талантами, оно всегда базируется на чем? На ценностях и на целях. На целях коллег, на целях, как бы, компаний. А ценности, ну, вот они, очень простые, никто их не скрывает. Всем понятно ли, покомментировать? Ценности у нас люди, экспертиза, доверие и гибкость. Причем, ну, люди у нас, как бы, ну, Готард это про людей. То есть мы к людям всегда относились так, что people go first, а отсюда, как бы, все процессы, которые у нас есть, все сервисы, которые у нас есть, они у нас направлены на людей. Это, на самом деле, декларировать это проще, чем делать, но мы это делаем, не только декларируем. И, собственно, причина, почему мы задумались тем, что нам необходимо заниматься управлением талантами, это вот анализ различной обратной связи со стороны наших коллег. Анализируем мы и доу, и наши внутренние ресурсы, и внешний, и глаздор, ну, много разных ресурсов. Вот в какой-то момент времени мы заметили, что вот у нас получился провал. Вот видите, стрелочка, да, вот эта оранжевая стрелочка, там, где мы занимали традиционно второе или первое место на доу, ну, тут мы просели аж на третье или на четвертое, по-моему. И вот сейчас, если вы видите, оценка компании – это текущая, да, и у нас профессиональный рост и 91% занимает, а он упал до 80%. То есть мы задумались, что на самом деле, что мы можем в этом области сделать, по какой причине у нас такой провал произошел, тенденция как бы сформировалась негативная, да, и, собственно, если ничего с этим не делает, то могла она дальше как бы, ну, тренду ухудшаться. Поэтому мы решили этим делом озаботиться. Сейчас список того, что было сделано. Этот проект продолжался у нас полтора года и продолжается дальше. То есть мы не останавливаемся на достигнутом. Но это вот то, что у нас появилось. Я прямо перечислю, вы можете сами прочитать, но я вам перечислю. То есть сделали борт по вариантам талантами. Я понимаю, что это пока без ничего не понятно, да, но дальше я расшифрую каждое слово. Мы провели серию опросов для того, чтобы разобраться вообще, что такое профессиональное развитие для коллег, почему здесь неудовлетворенность, чего люди хотят-то в этом. Мы создали рабочую группу по получению процесса внутренних систем. Мы создали систему регистрацию, ревью и предоставление обратной связи. После того, как пообщались две стороны, коллега с проектами, с HR-ами, с кем угодно, чтобы все договоренности были где-то зарегистрированы, чтобы можно было их потрекать и в какой-то момент времени выполнить. Зачем мы записываем все экшен-итемы? Мы записываем для того, чтобы не забыть их сделать. Но если их не записать, то очень легко этим манипулировать или забыть просто. Мы разработали общие подходы, рекомендации к профессиональному развитию. У нас, на самом деле, я уже говорил, локаций много, людей много. Офисов много, проектов много. Если нет никаких общих рекомендаций, то кто-то что-то сделает хорошо, а кто-то ничего не сделает. Если есть какие-то рекомендации, то можно ими пользоваться, посмотреть и каким-то образом выронить все. Мы даже не создали, у нас были профессиональные сообщества. А будет видео, на самом деле. Видео будет выложено на нашем канале еще, да? Алин, подкажи. Да, да. У нас были уже профессиональные комьюнити, но в какой-то момент времени, я не знаю, по какой причине, может, у вас какой-то опыт был профессиональный комьюнити, они через какое-то время, если туда не подбрасывать какую-то энергию, в виде каких-то запросов, интересных ивентов, сила у них угасает. Они перестают сами себе вариться. И вот они у нас к тому времени угасли. И мы их реинкарнировали. Создали огромное количество и продолжаем создавать обучающих материалов, как в рамках, собственно, технологических вещей, так и процессом в нашем профессиональном развитии. И для HR-ов, и для менеджеров, и для коллег, для всех, чтобы люди имели возможность развиваться. Создали сервис профессионального развития. Сервис профессионального развития – это группа, у нас хелпдеск плюс группа экспертов, которые помогают коллегам в консультировании, куда дальше можно им развиваться, исходя из нашей статистики, в прошлом, что у нас там было, исходя из того, что человек сейчас делает, какой у него потенциал, исходя из тех возможностей, которые у нас есть, но тоже я об этом расскажу подробнее дальше. Понятное дело, что если это все делать, но не проводить внутреннего пиара, то у нас и до этого было очень много всего. То есть у нас были хорошие процессы, были хорошие системы, но многие просто об этом не знали или знали по-своему. Поэтому мы сделали огромное количество и продолжаем делать внутреннего пиара для коллег, для менеджеров, для HR-ов, для всех, чтобы люди понимали, что у нас есть и знали, как этим пользоваться. И это на самом деле непростая задача, когда у тебя 20 локаций, и это не так-то просто. Мы создали карту профессионального развития, тоже интересный проект. Каждая строка здесь – это отдельный большой проект. То есть это не просто строка, это мало того, что это отдельный большой проект, это проект, который мы обсуждали долгое время, согласовывали долгое время, продумывали долгое время, запускали долгое время. И вот каждая здесь строка, она, что называется, выбита в камне. То есть без любой из этой строк не было бы такого результата, который у нас получился. Формализация требований к квалификации к гридамм тоже очень важная штука, потому что тяжело людям рекомендовать что-то по профессиональному развитию, если ты не понимаешь, кто он сейчас, кто у нас еще бывает, в чем разница, то есть что нужно подтянуть. Поэтому это тоже такой очень важный момент. И, собственно, на самом деле профессиональное развитие состоит не только из хардскиллов, но и из софтскиллов. И, собственно, и в этой области мы тоже поработали. Есть какие-то вопросы по этому слайду? Я понимаю, что вопросы есть. Если есть, то хорошо. Если мы говорим, что влияет на успех потенциальные возможности, то среда, таланты и мотивация. С чем мы работали здесь? Мы работали больше со средой. Вот сервис профессионального развития работает с мотивацией. То есть я расскажу, как работает сервис профессионального развития. Мы используем инструменты для того, чтобы сформировать среду. И для того, что среда, что такое? Это на самом деле профессиональный комьюнити, это среда. Вы общаетесь в профессиональной среде с профессионалами, и эта среда вам формирует какие-то ожидания, она формирует какие-то цели, формирует какие-то направления, они дают вам какие-то гайденсы. Они при этом формируют какие-то документы, которые вы тоже читаете, это тоже среда. То есть, например, взять, допустим, формализация требований, это что такое? Это тоже часть среды. То есть, когда вы их читаете через призму проектов, через призму профессиональной комьюнити, у вас создается среда, она внутри создается. Эта среда формирует у вас какие-то ожидания, цели, полегания и планы развития. Негативная сторона. Давайте еще один момент. Уволенные сотрудники всегда есть, но мы никого не увольняем из-за того, что человек хочет развиваться куда-то не туда. Если человек выбирает для себя какое-то направление развития, и оно не соответствует нашему движению, и он выдал себе другую компанию, и мы не можем ничего предложить. Ну, тут лучший вариант просто подождать, пока у нас что-то появится, он потом вернется. Опять же, исходя из наших ценностей, которые я говорил, одна из наших ценностей – это, собственно, доверие и гибкость. Мы не навязываем никому никакой путь развития. И основной постулат нашего профессионального развития и управления талантами состоит в том, что коллега сам овнер своего профессионального развития. Это не значит, что он сам для себя все строит и стоит в закрытой комнате и ни с кем не общается. Это значит, что он сам принимает решение, нужно ему это или не нужно. Он сам принимает решение, вся ли информация у него есть для того, чтобы развиваться дальше, или не вся. Он сам принимает решение, каким из тех сервисов, которые у нас есть, ему нужно или можно пользоваться, с какой скоростью ему развиваться, строить ему формальный план или неформальный, и какая помощь от кого ему здесь нужна. То есть мы всегда готовы помочь коллеге, но профессиональное развитие в руках должно быть того человека, который сам себя развивает. Не работает вытянуть за уши кого-то и развить его куда он не хочет. В некоторых случаях это может сработать, но это уже вопрос не профессионального развития, а вопрос мотивации. Мы эту задачу не решали, мы не решали задачу создать мотивацию для человека, мы решали задачу понять мотивацию человека. Исходя из его мотивации, я предложить возможности, которые будут соответствовать его мотивации и инструменты, которые помогут ему развиваться. Ну так, в двух словах. Да, 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 конечно. Отличный вопрос на самом деле. И вот следующий слайд как раз поможет мне на него ответить. В небольших компаниях, когда есть небольшая компания, в чем большая разница между небольшой компанией и большой компанией распределенной? Большая разница состоит в том, что в небольшой компании все службы, они более или менее интегрированы. То есть они находятся в одном здании, все люди, ну там, в худшем случае на разных этажах. У них есть какие-то общие планерки. Если возникает какая-то там проблема, да, там генеральный директор всех собрал, как бы, да, рассказал, в чем проблема, и все собрались и начали ее решать. В чем отличие больших распределенных интернациональных компаний? И это не только там дата-арт, это любой компания. Я вам скажу так, что в дата-арте на самом деле, я просто работал в других компаниях, которые еще больше, чем дата-арте, и эта проблема там еще более видна. Здесь мы на самом деле с ней справляемся, и вовремя подняли, как бы, красные флаги начали с ней справляться. Но она есть везде, в больших интернациональных распределенных компаниях. Службы разрозненные, даже если лидеры этих служб между собой каким-то образом иногда общаются, не всегда информация доходит до низов, не всегда эта информация воспринимается правильно, потому что службы распределенные и очень большие тоже. То есть, если мы говорим про маленькую компанию, то в лучшем случае один или два HR, то есть ему информацию дали в таком виде, она в таком виде ее и понимает. Даже если она каким-то образом его переломила через восприятие, через 2-3 итерации общения, люди все выровнялись на одной страничке стали, и дальше легко уже общаться. Точно так же со всеми другими службами, ну, какую ни возьми. В крупных компаниях, получается, каждая служба представлена десятками, а то и сотнями людей в разных локациях, с разными, как бы, культурными какими-то ценностями, разным бэкграундом, который для этого у них был. Ну, вообще полностью, как бы, совершенно разные люди. Синхронизировать их – это огромная, тяжелая работа, ежедневная. А если этим не заниматься, то, ну, а со временем, на самом деле, опять же, когда компания растет, вы видели, 300% рост. То есть вот эту грань тяжело поймать. То есть в какой-то момент времени еще, как бы, люди все на одной страничке, а в какой-то момент времени это перестает быть правдой. То есть люди перестают быть на одной страничке. И каждый решает свою локальную проблему, решает ее хорошо, инструменты для решения этой проблемы есть, но не решается проблема в целом. То есть получается такая разинтеграция. И если бы мы эту проблему не стали решать сейчас бы, мы бы решали ее через год, через два, или через три, через пять, но только она была бы в 10 раз сложнее уже. Потому что у нас бы было бы еще больше компаний, еще бы больше разинтегрированные службы, и еще больше была бы проблема, как бы каждый бы решал бы свою задачу хорошо, инструменты бы были бы. Но никто бы не помнил того момента, когда у нас этих проблем не было уже. И собственно задача вот этого всего, когда мы это выявили, построить взаимодействие правильное между всеми нашими службами, которые есть в IT-компании, между управлениями проектов, между возможностями нашими, это вот вакансии и все прочее, между технической экспертизой, между локальной администрацией и глобальной администрацией. Локальная администрация это администрация офиса, а глобальная это администрация компании в целом. Между возможностями, которые в компании возникают, и обнером этих возможностей, и между HR, то есть вот задача была вот собственно сформировать это взаимодействие. И сделали мы это через борт по управлению талантами, то есть мы собрали борт, в который вошли люди, которые в состоянии принимать решения и влиять на организационную структуру, которые, собственно, яркие представители каждой из этой организации, и которые, собственно, в состоянии, как бы, а, генерить идеи, да, исходя из нашего опыта, как бы, и нашей статистики, и имплементировать его, да, или делегировать кому-то, кто это будет имплементировать, и они окажут поддержку. Вот этот первый шаг, который мы сделали, вот причина, по которой мы это сделали. Видите, ответил я тебе? Да. Ну, да, а вот эта группа людей, да, она уже дальше, как бы, да, определяла вот те проекты. И вот по каждому проекту отдельностью, я сейчас буду более детально рассказывать, ну, почему. Хороший вопрос. Постараюсь ответить вот в ходе презентации. Первое, что мы сделали после того, как борт собрали, да, мы решили создать опрос, потому что мы понимали нашу боль, боль была в том, что люди недовольны профессиональным развитием. Ну, что такое профессиональное развитие для людей? Почему они недовольны именно профессиональным развитием? Что они под этим делом подразумевают? Как они поймут, что профессиональное развитие, на самом деле, вот уже на том уровне, на котором они, собственно, должны быть им довольны? То есть, кто не воспринимает, кто должен вообще, ну, на их взгляд, как бы, этим заниматься? И вот опрос показал, что только 70% людей считало, что профессиональное развитие – это часть responsibility самого человека. То есть многим казалось, ну 30%, на самом деле, пускай не многие, но 30%, большой часть коллег казалось, и на самом деле, я думаю, что и сейчас продолжает казаться не меньшему количеству людей, что это не часть их приоритетов, это не часть их ответственности, этим должны заниматься кто-то другие. Должны HR заниматься, должны какие-то комьюнити заниматься, проекты должны заниматься, кто угодно, только не я. То есть кто-то должен меня профессионально развивать. Как, я не знаю, но так, чтобы я был доволен. На самом деле, понятное дело, что это обратная сторона роста. Помните, я показывал 30% рост, очень коррелируется. То есть те люди, которые давно работали в компании, они культурно не понимали уже, то есть и компанию, как она устроена, а те люди, которые присоединялись, они приходили с другого инварианта, и возможно, возможно, у них там было по-другому. Может, у кого-то этим занимался HR, у кого-то проект занимался, у кого-то там еще что-то. То есть, в принципе, эта статистика, она коррелировалась с другой статистикой. То есть, понятное дело, что статистика, штука такая очень опасная, и сравнивать одно с другим очень здесь, как бы, неоднозначные, может, результаты получать. Но здесь мы корреляцию обнаружим. Вторая штука, что мы спросили, мы спросили, опять же, а скажите, насколько вы довольны сейчас профессиональным развитием? То есть, от одного до семи. И тоже здесь обнаружили, что, в принципе, картина нельзя сказать, что удручающая. То есть, 5 по 7-бальной системе, это, в принципе, неплохой результат. Но, с другой стороны, те, кто там крайне недоволен, если посмотреть, ответили там 1, 2, 3, 4, это те же 30%. Ну, понятно, тоже корреляция как бы здесь есть. То есть, 30% получается недовольны своим профессиональным развитием. Ну, это нам уже дало возможность делать какие-то, как бы, дальнейшие шаги. И мы еще дальше задали вопрос, и еще получили ответы. Что же для людей такое вообще профессиональное развитие? Ну, как они поймут, что у них профессиональное развитие идет хорошо? И люди, собственно, своими ответами показали, что для них это, собственно, новые возможности. То есть, по-хорошему, когда люди говорили, что они недовольны профессиональным развитием, они говорили о том, что они хотели новые возможности какие-то получить, Но не знали, как. По какой-то причине не получали эти возможности. У каждого причины эти разные были, но для них ассоциация профессионального развития – это с возможностью получать какие-то новые роли, новые проекты, еще что-то. И они не знали по какой-то причине, как это делать. Опять же, учитывая то, что есть подозрение, что это люди, которые вновь прибывшие, то понятное дело, почему они не знали. То есть они только пришли в компанию, процессы, чем больше компаний, чем они сложнее. И сразу разобраться в них тяжело. То есть причины, видите, базовые не вот там. Если этих причин недостаточно, я еще дальше буду рассказывать. То есть базовые причины вот там. И, собственно, система. Мы начали с системы. Почему? Потому что, опять же, когда мы начали общаться с нашими внутренними службами, с HR, с PR, с проектами и всеми прочими, и все говорят, что, в принципе, когда приходит человек с вопросами какими-то, им помогают. Когда человек спрашивает что-то, ему помогают, рассказывают. Но у нас тоже, опять же, закралось какое-то подозрение, потому что мы, общаясь с коллегами, получаем другую информацию, что вот эти две стороны, они не на одной страничке. То есть те, кто пытается помогать коллегами, кто эту помощь получает, они все равно остаются на разных страничках. Одни думают, что они помогли, а вторые думают, что им не помогли. Поэтому без системы, к сожалению, не обойтись. И для того, чтобы все договоренности где-то складывать, для того, чтобы все экшенайты мы описать, чтобы стимулировать людей какие-то разговоры в какое-то практическое русло. То есть не просто человек пришел, говорит, у меня есть проблема с профессиональным развитием, например, а ему говорят, ну ты не переживай, все будет хорошо. То есть человек, который так делает, ему кажется, что он помог, а второй кажется, что ему не помог. Чтобы появились конкретные экшенайты, то есть куда пойти, с кем пообщаться, можно было протрекать, и чтобы человек через год, допустим, когда пришел, говорит, я увольняюсь, потому что у вас плохо с профессиональным развитием. Была возможность посмотреть, то есть он приходил с этим вопросом, не приходил, как бы помогли, не помогли, и улучшить процессы какие-то. Потому что так возможности улучшить процессы никаких нет. Эта система, которую мы создали, она нам эти процессы помогает улучшать. Причем система она была уже, но сложность была опять же в том, что у нас локаций много, и одни и те же вещи назывались разными именами в разных локациях. И каждый термин, который здесь написанных, на самом деле у нас получилось 30 терминов в рамках этой системы. Их пришлось согласовать, дать определение, вырубить в камни, сделать тренинги по процессам, по терминологии, по подходам, по ролям, по типам ревью. У нас получилось 7 типов ревью, которые мы делаем. У нас есть контрак-ревью для пересмотра зарплаты, у нас есть техническое ревью для пересмотра квалификации, у нас есть relocation-ревью для того, чтобы понять, можно ли или нельзя человеку предоставить возможность при локации. У нас есть idle-ревью или bench-ревью, то есть если человек сидит в проекте, ему подбирают какой-то там проект, для этого специально отдельный тип ревью и так далее. То есть у нас появилось 7 типов ревью под каждое событие, с которым мы работаем. И там у нас для каждого такого типа ревью есть свой workflow, кто должен там участвовать, как участвовать, что делать и, собственно, что должно быть артефактами. То есть мы закончили ревью, что у нас должно быть результатами этого ревью. Ну и самое главное – работать с эскалациями. Потому что какой бы процесс вы ни построили, не бывает идеальных процессов. Компании развиваются, люди на местах их неправильно поняли. Мы, когда строили этот процесс, не все учли. Поэтому если нет возможности работать с эскалациями, то процесс работать не будет. А если есть возможность работать с эскалациями, а у нас, собственно, этот борт, который я говорил, он работает с эскалациями, туда можно прийти, пожаловаться, написать, спросить вопрос. И ему, ну, этому человеку, что вообще на самом деле датарт в этом смысле уникальная компания. Две с половиной тысячи человек уже в компании, да, но при этом любой коллега может написать любому, там, не знаю, с любым должностью, с любой лычкой, с любым званием человеку, ему ответят в течение там одного-двух дней с любым вопросом. Это работает. Ну а тут, собственно, появился прям аборт, с которыми, куда можно писать, ну, с определенными вопросами. Четко понятно, какие вопросы можно задавать, и, собственно, кто тебе на них ответит. И после этого либо поменять процесс, либо изменить на местах поведение этого процесса, которые его ведут, ну, либо что-то, как-то повлиять. Эта система, на самом деле, продолжает дальше у нас развиваться. Она у нас, ну, первая версия, наверное, где-то полгода у нас выкатывалась тоже итеративно. И она дальше продолжает развиваться, добавляя удобства, как бы, и менеджерам, и коллегам. И каждый после этого общения может зайти в эту систему и посмотреть экшенайтами. Самое главное, да, то есть о чем мы договорились. То есть я, как коллега, могу увидеть, о чем мы договорились. Я, как менеджер, могу увидеть, о чем мы договорились. HR может увидеть, о чем мы договорились. Руководитель офиса может увидеть, о чем мы договорились. Если даже кто-то из существующего процесса выпал по какой-то причине, там, ну, я, допустим, уволился, да, как бы, все остальные, все новые договоренности и смогут их выполнить или оттрекать. И я могу прийти и сказать, пожалуйста, вот мы договаривались, помогите мне, пожалуйста, вот эту договоренность выполнить. очень удобно но и самая главная статистика то есть вот больших компания к сожалению без статистики невозможно потому что одно чтобы мы не придумали оценить работать они работают большой компании статистики невозможно когда компания небольшая и прошел опросил там сам если 20 человек 100 человек да и ты уже какую-то картинку видишь а когда компания 2 тысячи человек и 20 локаций такой возможности нет поэтому каждый раз для того чтобы трекать какой-то прогресс понимать пользуется тем что мы придумываем или не пользуется нужно иметь какую-то статистику и на эту статистике ориентироваться и как вы видите у нас с момента запуска системы да вот количество регистраций информации там общениях там review во всех прочих она как бы увеличивается это и пересмотре зарплат и пересмотре квалификаций и там проще да 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 хороший вопрос на самом деле мы долго этот термин выбирали и почему выбирали именно почему выбрали минуту кин потому что в разных локациях было огромное количество разночтений тремя кто-то называл типа вананван кто-то называл сенкап кто-то называл еще там каким-то образом и для того чтобы но всех на одну страничку положите как бы да и сделать какой-то вот один термин который можно потом поделить уже на более детально мы включили термин токин и это и вананван и синка ты что хочешь то есть любой вид обсуждения какого-то с какой-то целью это такие точнее шаблон как бы да и вот если посмотреть сюда получается мы говорим так что у нас review всегда стартует их может быть разное количество типа в этих review у нас review есть возможность провести какой-то evaluation это тоже такой термин который мы долго долго обсуждали потому что разные термины используется как бы здесь да но мы хотели показать что мы здесь собираем какую-то информацию зависимость от того какой теперь review разом формация собирается если это технически review да что мы собираем и собираем информацию там о том какие у человека технические скиллы есть если это финансовые review data мы смотрим как человек как бы работает в проекте как он рефелиys командой там ну том числе технических его тоже можно посмотреть если это какой-то например там idol review человек opportunity complete чем да мы смотрим какой у него треков предыдущих проектах каких ролях он работал до от самки отзывы коллег и так далее зависимости от типа review у нас evaluation происходит ну он разный процесс разный после этого мы принимаем какое-то решение то есть опять же зависимости от типа review решение разные можно понимать дальше мы это решение обсуждаем с коллегой опять же решение может быть может не быть опять же есть у нас такое понятие как и чар ревью то есть человек эти вопросы просто не него возникли он может любой момент как бы инициировать и чар review как бы задать эти все вопросы и чару и в этот момент у нас не нужно никакого велейшина проводить да не нужно никакой decision и делать у нас сразу начинается на такие не обсудили все возможные там вопросы и всевозможные решения как вода а потом может быть после этого стартануть какой-то другой тип ревью то есть мы обсудили кого делали какой-то next step записали минутки записали action item и системе и самое главное тоже обязательно нужно проводить сервей после токина потому что я уже говорил да что пьемы там и там коллеги или там чары и коллеги они могут пообщаться общение может быть хорошим но завтра как бы никто из них не вспомнит о чем они договорились или или поняли все по-разному да поэтому мы придумали такую штуку как сервей да там через один-два дня мы задаем вопрос коллеги понимает ли он как бы решение которые приняты были как он видит хочу мы договорились как бы то же самое задаем второй стороне сравниваем показания если показания сходятся значит все идет нормально да на самом деле он простой там три вопроса там у нас есть как бы тоже для каждого типа review есть заготовка шаблоном вопросов которые мы традиционно задаем у нас еще есть на самом деле еще как он называется настраивал период review то есть когда человек настройки нас опять же там есть два типа на полтора месяца и на три месяца на полтора месяца предварительной барею мы проводим опять же для того чтобы у нас на три месяца вот эти которые человек пришел в компании исполнительный срок там у нас событий регламентируя на штук 20 для того чтобы человеку помочь адаптироваться для того чтобы быть уверенным что он с пьемом как бы на одной волне как бы понимая что делать понимает свою роль понимает вообще кто не apm потому что у нас команды часто распределенные и человек может не понимать даже кто не apm если не помочь поэтому мы все эти риски которые там есть да мы пытаемся на этих событиях поговорить про чека через полтора месяца на должно быть уже какое-то предварительное мнение точно чеку должны выданы быть задачи какие-то да он первые полтора месяца он уже должен что-то делать и через полтора месяца мы должны уже получить первые результаты как вода для чего нужен спать на срок все мы понимаем что на этапе интервью что мы можем понять да мы можем понять насколько человек знает теорию насколько он умеет себя хорошо продавать тех что может понять насколько мы хорошо себе продавать но не человек не мы как бы не понимаем насколько нам будет комфортно вместе да насколько как бы те задачи которые у нас есть чеку будет интересны и насколько он будет с ними справляться вот эти три месяца эта задача как бы а человеку понять ну то что мы расскажем насколько на соответствует действительности у нас точно также задача понять насколько то что человек расскажет соответствует действительности вы должны были такие маленькие задачи на которых каждая сторона сможет это проверить и и понять и по этому самому я почему про триал период сказал что там самый сложный сервей там аж шесть вопросов то есть на так вообще они как бы простые чистое да сами разрабатывали у нас там долгая история как бы инструмент у нас вообще есть одна общая система называется она сцена тем и туда как бы интегрируется много-много разных инструментов это тоже в этом инструменте и весь профиль сотрудника и есть у нас информация у нас называется на грейды это то собственно какую роль п.м. но даже не п.м. как уровень seniority оценил там п.м. или д.м. там в проекте есть квалификации то есть квалификация немножко более сложно выставляется то есть там по итогу технического ревью и там перформансы какого-то в текущем проекте какими технологиями ты владеешь там каких проектах ты работал какие отзывы коллег то есть ну такой большой большой криво проходит система тоже до интервью туда интегрировано ну стоит осмотрение на просто система это она разрабатывается уже лет 20 до то есть она наворачиваться 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 как вода и вот взять что-то что подошло бы нам полностью да и имела все этот функционал такого одну часть уже нет взять поменять что-то одно на что-то другое просто же поменять ну какой цель тоже ну я я видел на самом деле успешная вот если мы говорим сторонний система там самое успешное использование видел адаптирует джиру опять же она криво получается немножко кривовато но теоретически как бы она там адаптируется там конфигурируется ну понимаешь как специализированные есть да но в чем проблема то есть проблема в том что они все узко специализированы то есть каждая под какую-то часть и одного инструмента который бы покрыл бы все делать такого не видел то есть для каждой этом части какие-то там отдельные системы можно использовать а вот взять чтобы один инструмент поставил как бы без всяких настроек ведь ничего ты взял его способ использовать такого я вот не видел серым на самом деле мне кажется наиболее похоже будет на вот систему по управлению персоналом что на самом деле что такое серым это принято как бы контактами и клиентами да а вот это направление как бы коллегами да и информация коллегах то есть но типы информации немножко разные да поэтому вот тут будет как бы наверно самая большая проблема а так в принципе ну функционально наверное но будет больше всего подходить да 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 хороший вопрос спасибо большое на самом деле у нас есть 360 и опять же может дать кто угодно кому угодно когда угодно то есть нет ограничений но бывает случай когда мы централизована там какой-то причине это запрашиваем опять же у нас как бы это как сервис то есть все что я рассказываю у нас как сервис то есть у нас нет такого что все этом обязаны там здесь какой-то период пройти там 360 у нас чек может таки сказать я хочу получить на себя 360 он может быть темам демами у нас ну случае такие есть или даже руководителям офиса и собственно мы собираем на него такой 360 у нас может другая ситуация быть у нас может быть допустим приходит какой-нибудь архитектор примеру да там и с ним договориться заранее конечно смотри ты приходишь как бы да у тебя там цель там да там выстрелить ну команду результатом через какое-то время мы проведем 360 это мы поймем как вариант вот такого что мы всех там или кого-то заставляли да да по необходимости так ну по статистике понятно да ну опять же потому что у нас больше в восточной европе презентства в нью-йорке у нас как бы людей там меньше поэтому там как бы и такая не очень легко объяснить потому что у нас как бы началась тема стартовала до стартовала на в первую очередь в ливере центрах дальше как бы она дошла до он шор локации да и там собственно потом она ну как бы тоже начало работать работать он шо сначала не работал профессиональный комьюнити опять же долго нам это и до сих пор мы пытаемся еще с этим работать энергии там не хватает мы пытаемся придумать там чего сделать так чтобы туда добавить энергии самое интересное тоже во всех опросах когда задают вопрос нужны ли компании ну там любой компании профессиональные комьюнити все говорят нужны у вас хотите ли вы быть частью персональной комьюнити все тоже отвечают хотим и когда третий вопрос приходите давайте что-нибудь делать почему-то желающих разуменьше но он у нас таких как бы лидеров сейчас какое-то количество есть но оно их недостаточно потому что нижней на сто процентов как бы этим занимается у них есть очень много активности как правило те люди кто хочет драйвить комьюнити они задействованы еще во многих других активности это очень активные талантливые ребята но капастик зрения все равно ограничены они тоже люди к сожалению да ну для нас а для них они наоборот это наши лидеры как бы одни из не все вот еще вот там перечень лидеров да и собственно зачем нужны как бы комьюнити и для коллег и для сервисов и для всего прочего да если мы говорим опять же ты профессионального развития тут области взаимодействия это определение квалификации профессиональное развитие технические презентации в том числе для коллег образовательные курсы они сами не появятся и кто-то написать список образовательных источников то есть рекомендованная литература то есть если у нас нет какого-то своего курса это не значит что людям не нужно развиваться пускай используются какие-то другие источники собственно кто-то должен рекомендовать это только эксперты могут сделать работа с интернами подходы в интервью как им правильно интервью и проведение технических интервью точно одно дело мы разработали подходы да но дальше кто-то должен это делать аудит проектов и консультирование проектов и собственно вот те сервисы до которые пользуются в том числе как бы помощью технических сообществ в том числе в этих областях и опять же когда мы говорим про небольшие компании на этих проблем всегда нет поможет но все знают что есть петров и сидоров и с любым техническим вопросом они всегда помогут если там поинтервировать кого-то надо вот он пойдет и проинтервирует если нужно кому-то там какую-то рекомендацию дать он пойдет порекомендует если пришел какой-то риф и нужно пропозже написать этот петров и сидоров ну может еще иванов вот тут все ты человека и все их знают когда компания 2 10000 человек и 20 локаций тоже не такая простая задача найти кто же сможет сделать вот эту задачу кому пойти за советом кого-то я даже дольше больше скажу у нас допустим джаве там 350 экспертов договорить 350 экспертов о том как правильно проводить техническое интервью как правильно определять там синьора и медла что такое правильно даже даже что такое синьор что такое миду эта задача непростая таких квалификаций больше чем одна у нас скилл 3 если мы говорим да там не знаю там сотни этих скилов у нас если мы говорить про квалификации тех наших основных квалификациями порядка 20 но даже по 20 квалификациям нам нужно договорить там огромное количество специалистов о том что такое правильно как мы будем выявлять эти скиллы что такое джуниор что такое мидл и вообще на самом деле если у нас исполняют тысячи проектов технаристы где вас есть то вы должны вы точно знаете да что сеньор для одного проекта даже в одной квалификации это не то же самое что сеньор для другой квалификации как их договорить так чтобы определять в рамках компании одинаково уровень сеньорики и собственно подходы к выявлению там того или иного квалификации вот этим собственно занимается комьюнити в том числе да и собственно нам удалось вот не по всем пока мисс квалификациям вот те которые перечислял которых я буду хожу вот где-то начать договариваться где-то они уже договорились где-то еще договариваются где-то уже как бы команды ну стартанули работает где-то вот они еще формируются какие-то может здесь вопросы вот она карта профессионального развития которые помогли нам сделать в том числе наши профессиональные комьюнити она на самом деле интерактивная действия просто стены сделал и собственно что она показывает она показывает переходы между ролями и уровнями сеньорики основанные на статистике то есть наши комьюнити посмотрели кого в рамках каждого скиллсета посмотрели как традиционно люди у нас развиваются и растут если вот вот эта часть вот эта вот часть это у нас в рамках 1 скиллсета при движении идет ну а вот эта часть это ты выбираешь какую-то вот роль в которой ты находишь эти показывают возможные пути параллельные стеки как ты можешь развиваться то есть исходя из статистики причем цветовые гаммы и там толщина линий показывает насколько часто такие переходы ну вот и понимал пример насколько у тебя большие шансы перейти туда допустим да ну что так часто получалось примеру коллег и на сколько как бы небольшие шансы перейти там другую роль потому что статистически такие переходы бывали но это было реже то есть опять же основная задача какая мы говорим что человек который хочет профессионально развиваться он один в поле него да то есть мы понимаем что теоретически если мы не будем им помогать он все равно найдет куда ему развиваться если он хочет развиваться в рамках компании и с компанией, то мы как минимум должны предоставить ему всю информацию о том, что у нас есть и как у нас можно развиваться. Пользоваться этим или не пользоваться, это он уже сам решит. Он захочет развиваться, он будет развиваться. Мы показываем рекомендации. Понятное дело, что он может прислушаться к этим рекомендациям, а может не прислушаться. Независимо от того, как бы мы не построили свое взаимодействие, мы не можем заставить людей расти в каком-то направлении. Это невозможно. Мы можем дать человеку информацию о том, какие возможности есть и какие у нее есть шансы там или другом месте точно так же на самом деле ну не только как бы взагали да ну исходя из наших вакансий у нас вот есть ресурс менеджмента который владеет ими вакансий может сказать что у нас за год примеру такой области было такое-то количество вакансий требования к нему традиционно были вот такие а то есть это статистика это как бы не прогноз мы не можем прогнозировать никто не может прогнозировать высокой степени вероятности как бы тренд продолжится у нас вообще мало мы тебе конечно не можем тебе сказать там куда-то развиваться на что ты выберешь этот путь здесь тебе как бы найти opportunity будет сложнее чем вот здесь но это собственно беже квалификации специально мелким шрифтом потому что ну нет смысла в это обчитываться просто о том как это выглядит да собственно вот квалификация у нас делятся там экспертиза какая там hard skills of skill junior middle senior и у нас я уже говорил есть собственно понять еще гриды квалификации и еще у нас есть скиллы то есть у нас есть три вещи почему так много квалификация это о том сертификат то есть только на внутренней компанейский то есть проводится на огромное количество там анализа там и по перформенсу и по техническим знаниям и по отзывам коллег да и на основании этого как бы вот говорят что человек там сеньор какой-то квалификации гриды это субъективное мнение какого-то там тимлида пьема там дема после опыта работы с человеком каком-то конкретном проекте и человека могут гриды и квалификации отличаться почему может отличаться ну что я уже говорил да что вот в разных проектах сеньор это разные вещи то есть и отличаться может потому что как бы ну не попал в тот проект который нужно да то есть надо что-то другие какие-то там скиллы нужны были но имеется ввиду софт скиллы какие-то другие да которые в принципе не являются у нас основными это какой-то уникальный проект и там они нужны или какой-то фреймворк нужен был быть он тоже он не является основным об этом узком братьки он как бы нужен вторая причина почему отличаться но человек примеру там был медлом да но он уже развился он уже стал сеньором, но на квалификацию не подался, то есть коллега сам может податься на квалификацию, когда захочет. Не подался на квалификацию, как бы, если у него несколько гридов уже выше, чем квалификация, то у нас автоматически перегирится пересмотр квалификации. То есть вот он был метлом, мы смотрим, как бы, а три грида уже там сеньоры. То есть это значит, что нужно пересмотреть квалификацию. Не факт, что это подтвердится, как бы, но пересмотр должен был сделан. И опять же, ну а скиллы, как бы, это всякие там уже мелочи, которые не вошли ни в гриды, ни в квалификацию, то есть какие-то фрейверки, какие-то там старые технологии, человек все это себе вписывает и сам ставит свой уровень сеньорики. Для чего это? Если появляется какая-то opportunity, как ищут специалисты? Сначала по квалификации, потом по гридам, потом, собственно, если не нашли ни там, ни там, тогда смотрят уже по скиллам. Таким образом подбирают людей. Но опять же, так как у нас 30% рост, у нас и в этой части были вопросы, и народ путался, что такое гриды, что такое квалификация, что такое скиллы, почему так много, чем они отличаются, почему в одном профиле и то, и другое, и третье, и разный уровень сеньорики по одному и тому же. Поэтому мы тоже сделали тренинг специально для всех. Мы рекомендуем его всех, а тем, кто выставляет гриды, то есть это PM, это medium, для них он обязательный для того, чтобы стать грид-менеджером. То есть хочешь стать грид-менеджером, пойди в тренинг, если, ну, тебе это как бы не обязательно, ты просто можешь его пройти, если хочешь. Вот так вот. Нужно? Ну, сеньор дотнет, вот квалификация. Да, да, ты там сеньор, PM. А грид, от чего отличается? От грид, да, я же говорю, ну, грид на самом деле точно так же звучит, но просто грид выставляет там PM, там DM или там team lead на основании там опыта работы с вами, и он как PM, он, например, он не знает теории, он не знает, в чем вы разбираетесь, там, да, не знает там, как вы разбираетесь, он знает, что, к примеру, у меня сидит здесь один сеньор, если я ему даю такую задачу, он ее делает за день. И если какие-то риски возникают, он ко мне приходит, как бы, да, и о всех рисках предупреждает, и, собственно, у него критическое обнишение хорошо развито, и он коммуникации с лендом делает хорошо, и есть другой сеньор, который всего этого не делает. Ну, на самом деле, гриды, это, получается, а, это форма обратной связи, краткая, первая, а второе, как бы, это больше о софт-фак, потому что это о видимом поведении, то есть это не о том, что у вас внутри, а то, как вы себя ведете в рабочем инвариументе. Коммент можно, то есть у нас в рамках ревью, опять же, то, что я говорил, да, там тоже можно выставить грейд, и там, получается, коммент, какого плана выставляет. Ну, там стоят сильные стороны, как бы, зоны для развития и дают какой-то коммент, в каком инвариуме ему кажется, этому человеку будет более комфортно, или где он сможет быть более успешным. Да, да, одного человека, да. Да, то есть квалификацию на уровне компании, во-первых, ее выполняют, как бы, коллективно, коллегиально, да, то есть много мнений для этого принимают во внимание, в том числе и гриды. То есть гридов у человека может быть больше, чем один, ну, там, 10, например, да, он в 10 проектов поработал, у него 10 гридов, а квалификация одна. И когда нужно будет пересматривать следующую квалификацию, то все эти 10 гридов примут во внимание, как бы, да, примут во внимание результаты технического собеседования и, там, ну, там, другие какие-то еще вещи. Да, не за что. И вот, собственно, техническое ревью, это вот еще один из элементов, который выполняет наше технологическое сообщество, и делает его для нескольких целей. То есть, первое, для пересмотра квалификации, то есть, им пришло время, как бы человеку пересмотрели квалификацию. Второе, для подготовки к интервью техническому, то есть, человек приходит на новый проект, клиент там говорит, что нам нужно, чтобы человек знал то-то и то-то, а человек, к примеру, там, еще этого не знает, с этим не работал. Тогда ему тоже помогают подготовка к техническому интервью и делает, собственно, такое техническое ревью. Ну, и третье, собственно, это человек говорит, я хочу дальше развиваться, не зная, там, куда и как, и даже не зная свой уровень там до конца. Ну, бывает такое, человек только пришел, как бы, да, ему поставили, самое, гриды, какие-то квалификации еще пока нет, или поставили, но он с ним не согласен до конца. И тогда, собственно, проводит техническое ревью полноценное, по чек-ли-что, да, и дают ему какую-то рекомендацию, что у тебя сейчас такой уровень, да, для того, чтобы двигаться дальше, тебе нужно вот это, вот это, ну, почитай вот это, делай вот так-то. Вот если мы говорим, опять же, про карту развития, вот мы сейчас, у нас этого пока в карте развития нет, но мы хотим привязать, получается, к каждой роли тоже, получается, набор скиллов, хард скиллов, софт скиллов и рекомендуемые, как бы, education материалы, которые у нас есть для этого. Плюс информацию о количестве специалистов в этой роли у нас в компании, плюс информацию о количестве widely, ну, тех, кто без проектов. То есть, ну, чтобы у человека была максимальная статистика для принятия решения дальше, ну, что получить, выбирать эту роль или другую. Курсы. Это тоже, на самом деле, если мы говорим про профессиональное развитие, да, тот элемент, который постоянно у нас развивается. Мы недавно переделали платформу, у нас была, ну, одна платформа мы сделали более удобную. И сюда курсы и вебинары постоянно пополняются. Они как связаны, там, под технологиям, как бы, курсы добавляются, так и по нашим внутренним процессам, так вот, ну, видите, по DTPR-у, и по бизнес-коммуникейшн, и по софт скиллов, и вообще по всему. То есть, там, как бы, это беспрерывный процесс, туда курсы постоянно какие-то добавляются, вебинары, видео, тренинги, ну, все, что угодно. И вот один из тоже элементов, вот, над которым мы работали больше всего в рамках курсов, да, это, собственно, обратная связь. Это очень мощный инструмент для профессионального развития, если ним правильно пользоваться. Ну, как любым инструментом, да, если правильно ним пользоваться, можно получить максимальную выгоду, а если пользоваться неправильно, можно внести максимальный вред. Вот, собственно, почему обратная связь важна, потому что часто, да, нам кажется, что мы точно понимаем картинку, да, видя ее, там, с одной перспективы, нам четко видим, что это треугольник, да, а с другой перспективы видно четко, что это квадрат, а с этой четко видно, что это круг. Эти три стороны будут убивать друг друга и разбиваться, там, не знаю, там, об камень, да, доказывая, что вот это, ну, то, что они видят. И для этого, как бы, нужно пользоваться обратной связью, мы пытаемся, как бы, научить наших коллег и запрашивать обратную связь, и давать обратную связь, и делать это так, чтобы достигать тех целей, которые они сами перед собой ставят. То есть если они хотят развиваться, да, то задавая правильные вопросы, чтобы получить информацию о том, куда развиваться. И если они хотят, чтобы человек, ну, в проекте лучше адаптировался, то есть, как правило, да, ну, обратная связь, люди говорят, что есть обратная связь негативная. Я считаю, что ее не бывает негативной. Есть обратная связь, но бывает два типа. она позитивная и на изменение на изменение это не негативная обратная негативная связь это ты уволен это негативная связь а если я как бы говорю человеку о чем-то что он делает не так я говорю только с одной целью для того чтобы человек смог адаптироваться своей роли и быть не успешным нет у меня другой цели кин у меня нет смысла даже если я говорю об этом зло даже если я стучу кулаком по столу то как правило не ясно клиента это почему он так делать он уже 20 раз это говорил да он требует чтобы вы стали успешным наконец-то своей роли а вы его не слышите единственное что ему остается делать это стучать кулаком по столу то есть он просит просто внимание он не просит чтобы устали и ушли он не просит чтобы обиделись внимание и вот у нас есть опять же тренинги и вебинары и много-много материалов по обратной связи мы это тоже очень часто с нашими коллегами обсуждаем ну и тренинги на самом деле не знаю слышали не слышали праву камеры кто слышал пришло к нам на самом деле от военных в конце 90-х как утверждают военные я не знаю я их обсуждениях не участвовал но не утверждает так что в конце 90-х после распада советского союза как бы стало все сложнее для военных раньше у всех там было понятно кто там свой кто чужой как вода и мир как вот там и полярный а после распада советского союза как боли военных стало тяжело не не знаю кто враг с кем воевать как вода и и что планировать да ну и вообще на самом деле на поле боя тяжело принимать решение потому что не часто отслеживается причинно-следственная связь и на самом деле не всегда ситуация понятна полностью мы не всегда понимаем что делать мы не всегда понимаем вообще что за ситуация и вот на самом деле айти это тоже вообще технологии это на самом деле очень хороший как раз область применения всех этих двух камеров и технологии по принятию решений в непонятной среде когда очень много всего двусмысленно когда логика как бы не четкая когда у нас недостаток информации ну и если мы будем просто профессиональное развитие опять же если мы говорим опять же помните как в опросе была что люди и профессиональное развитие это получение opportunity да то есть и если мы говорим про профессиональное της с целью получения какой-то новый opportunity это тоже для людей очень много непонятного до то есть они не понимают какие конкретные opportunity нет будут там допустим через год и никто не понимается 100 процентов верностью никто не можешь сказать завтра выйдет новая платформа какая то все что было вчера популярно никому уже будет не нужно никто не понимает на самом деле сможет ли он справиться с этими знаниями да и быть успешным в этом инвариуме он тоже этого не знает не понимает но тем не менее ему нужно принять решение и почему кстати люди недовольны часто профессиональным развитиям потому что у них есть много таких вопросов которым им кажется не не смогут сами себе ответить им нужна какая-то помощь кто-то им подскажет что же будет через год или через два справлюсь ли я с этими челленджами которые там в этой области лежат что это вообще для меня значит что такое быть там архитектором что такое быть синьором что такое быть пьемом что такое быть аналитиком то есть как как я должен принять решение о том куда мне идти и мы тоже проводим тренинги в разных локациях которые помогают людям научиться принимать эффективные решения правильных не бывает эффективные наиболее решение в непонятной среде это проводили уже в разных локациях проходит она у нас как бы на ура правила мы постоянно меняем адаптируем ну проходит интересно то есть масса самом деле получается цели у этого ивента тоже их больше чем 1 как мы говорим про управление талантами то одна из как бы скажем области управления талантами это как я уже внутренний пиар внутренний пиар не только как бы того что у нас есть но и наших коллег и наших талантливых коллег а пиар перед тем перед тем у кого есть эти opportunity то есть а у кого есть и партию пиемов у демов да и собственно для того чтобы они смогли рассмотреть как наши коллеги хорошо или плохо справляется с непонятными задачами и давали им шанс поработать в их проектах с их ролями даже если каких-то партиймов и не дотягивает ну что что такое хардскил хардскил это знаю как на самом-то деле не больше не меньше хардскил это знаю как а софт скилл это как я достигаю чего-то не зная как у меня нет этого я никогда это не делал как как я ставлю вопросы да как я разбираюсь в чем-то неизвестном как я подготавливаю ожидания как я презентую решение как я взаимодействую с командой ну там будет тоже про это сейчас немножко вот она как раз и 10 и суть в чем на самом деле просто софт скилл и 100 лет назад никто не слышал не было такой области все занимались ремешлом и занимались какими-то там профессиями да и всем казалось что хардскил и это все и хардскил и собственно это знание конкретных подходов знания каких-то технологий как раз то что знаю как то есть то что ты умеешь делать да что ты как бы делаешь ну гарвард взял и провел исследование и обнаружил что только 15 процентов успеха у любого технического специалиста благодаря его техническим скиллам и даже если сейчас посмотреть как все происходит мы отбираем людей в компанию кто угодно благодаря хардскиллам ну возможно части софт скилл но чаще благодаря хардскиллам но успешными люди становятся в компании или в роли или в проекте благодаря софт скиллам потому что и как я уже говорил до 80 процентов тех скиллов которые написали требования вакансии не могут быть даже не востребованы то есть так составляется вакансии часто да особенно клиентами нашими особенно нашими не смысле дата арта от на энтами вообще тех менеджерами которые на стороне клиента это тоже можно понять да они тоже находятся в ука мире да они тоже не понимают что завтра ждет проект они пытаются застраховаться и написать как можно больше требований да на всякий случай и никто не знает какая где эти 20 процентов из этих 80 процентов которые востребуются и благодаря вот остальные 85 процентов собственно человек может быть успешным вот мы для себя выделили 6 основных базовых софт скиллов которые помогают людям быть успешными рамках дата арта это скиллы по презентации договаривание скиллы это способность обучаться это ответственность это гибкость и взаимодействие я могу собственно рассказать почему каждый из этих важен если хотите на самом деле ну давайте начнем с коллаборейшона да собственно сейчас прошло время когда люди в одиночку делают проекты то есть если вы не умеете общаться с командой и найти свою роль в этой команде договариваться с командой то на ряде вы будете успешно успешными опять же команды часто распределенные клиенты находятся далеко культура может быть разная и нужно выбрать правильные слова которые донесут даже выпускать будет там сто раз там специалистом чем-то да у вас может быть отличные hard skill и вы знаете лучше всех все но если вы не сможете это правильно презентовать так чтобы это было понятно клиенту и команды вы не будете успешным ваше решение не примут опять же на самом деле к сожалению чем больше команда чем больше проект тем больше участников в проекте тем больше скажем пересечений то есть есть цели которые друг другу мешают то есть роли которые друг другу мешают если они не умеют договариваться и поэтому вот скилл который позволяет вам договариваться до находить компромиссы находить решение которые дают ряд ну там все стороны да сегодня мне завтра тебе как вода то вы не будете успешными опять же если мы говорим пройти ну или под любую другую индустрию наверно тоже какой-то мере так но пройти особенно здесь настолько много всего часто меняется даже в самом проекте даже если мы говорим даже не по технологии даже если мы не про легоси даже процесс может меняться очень быстро то есть то что вы вчера знали это что вам казалось вчера как бы правдой сегодня пришло письмо от клиента все поменялось например вчера вы должны были принимать решение сами и этого требовать от вас проект завтра клиент пришел сказал что он забирает уровень ownership а на себя и вы должны перейти область исполнителей не принимая решение просто понимать эти решения выполнять вы должны вовремя понимать собственно что происходит да обучаться изучать как бы новые там технологии нововведения новый проект новые процессы и соответствовать ожиданиям и собственно овнаши он тоже каждый из этих со силов они как бы детализируется и я сейчас очень кратко расскажу по каждому этому слайду который я показал можно делать часовую презентацию а может даже и двухчасовую поэтому я стараюсь кратко рассказывать ну овнаши собственно это на русский самый простой перевод это уровень ответственности да но сюда входит очень много всего то есть что такое не ответственности это нет не значит что там умрину сделать хотя многие на самом деле так воспринимает и не из-за этого и не смогут быть успешным своей роли потому что им кажется что ответственность это на связи пообещал значит я сделаю но самое главное даже не это главное не обещать то что вы не можете сделать главное вовремя поднимать красный флаг если вы взяли на себя какое-то обещание но не можете с этим справиться ну и главное собственно четко понимать что вы можете сделать что вы не можете сделать вот это и есть у нас на самом деле он наш и мне больше нравится чем ответственность потому что он более емкий да и подобно понимается больше всего подписанности понимается только просто гибкость тоже очень важно потому что к сожалению да или к счастью мир он меняется очень быстро нравится нам это не нравится он становится более глобальным сюда подмешивается больше культур больше разных ролей все смотрят на одну и ту же проблему с разных сторон помните я показывал слайда если вы будете считать по какой-то причине что мир только вот такой как он был прошлом проекте да там или там где-то еще то вы не сможете адаптироваться в новом проекте должны быть открыты изменения опять же гибкость это не значит скажем так делаю все что мне скажут это тоже многие путают да и собственно это тоже является причиной неуспеха гибкость это критическое мышление это задавание правильных вопросов это добраться до сути проблемы и быть открытым к тому что на самом деле правда может оказаться не такой как вы к ней привыкли и способность на эту правду правду принять как бы и адаптироваться под нее да да конечно но смотрите что мы сейчас мы разрабатываем инструмент в котором есть набор софт скилов есть набор саб скилов и набор индикаторов и индикаторы не очень простые то есть это то какой как проявляется у вас тот или иной софт скил но если мы например говорим там не знаю про capacity of development да например то есть как его померить как он проявляется например там интересуетесь ли вы какими-то там скажем технологическими ивентами есть у вас какая-то role model этой области да что что вы считаете в этой области какие книги вы читаете ну и так далее то есть какие-то индикаторы вы задаете вопросы и по этим индикатором становится понятно какой уровень и вот уровень меняется там слабое среднее и сильное на самом деле опять же на собеседование проще всего оценить только presentation skill можно как-то оценить flexi flexibility на китейшн skill ownership ну так можно так скажем так найти как архитектора когда вы собеседуете что узнаете знаете как это принципе делается или нет и умеет ли он продать идею то есть вы оцениваете презентейшен и китейшн скил да как бы и его теоретические знания вот точно так же половина вот этих вот скилок опасива девелопендов нашим аттетюды flexibility оценить на собеседовании можно только как бы вот то как человек понимает это если он понимает это это уже хорошо хуже когда он и не понимает и не делает а вот на самом деле следующий шаг это вот оценивается уже в рамках проекта и перформанса когда про грейды говорил на самом деле not great менеджеры они подсознательно оценивают именно вот эти вещи но они оценивают это одним словом да то сеньор или миду но имеет виду они вот вот это вот то есть как правило ну и мотивация на самом деле тоже очень важный фактор очень фактор важный как бы как для самого себя понимаешь что тебя мотивирует так и для твоего но для твоей команды для твоего лидера да а почему для тебя это полезно потому что если ты понимаешь свою мотивацию тебе легче понимать ну в какой роли ты справишься как у не справишься как бы ради чего ты ты это делаешь а точно так же для твоего лидера потому что если твой лидер неправильно понимает твои мотивацион будет давать теньки оппортюнити если он выдавайте найти оппортюнити скорее всего с ними не справишься потому что правильно очень важно найти этот match но понимая что мотивация со временем тоже меняется она не может быть всю жизнь на кого то есть вы какую-то часть удовлетворили у вас как бы потребности изменились вот на этом графике видим три как это назвать правильно диаграмм 3 герамки разного цвета это один из примеров то есть как людей подбирают определенные роли то есть мотивации как можно пользоваться то есть вы узнали какую-то мотивацию как вода и собственно говорите смотрите вот есть там человек у него есть вот такие вот и такие мотивационные факторы как бы был если ты сможешь учесть своей проекте там своем своей роли ты получит этого человека там как бы отличного там там коллегу да он сможет там просто всех победить и сделать твой проект самым успешным можно по-другому то есть у вас есть какой-то долгосрочный проект вы точно знаете что в этом environment и люди успешны традиционно с вот таким мотивационным профайлом ну например да то есть люди это как это возможно у меня из айти индустрии нет такого примера есть другой например кто-то занимается разведкой этих самых газовых месторождений а у человека очень большой уровень мотивации на комфортные условия труда вот у них там никогда не получит он постоянно будет в полях он постоянно должен будет грязи и вот если человека возьмете с такой мотивации то вы как бы и проекты человека там обречете на неудачу поэтому очень как бы хорошая практика да это у нас опять же это как сервис да то есть человек может прийти к нам попросить узнать какая у него мотивация у нас есть тест он проходит сам видит результат он с ним может делать что угодно потом он может как бы обсуждать это с кем-то может не обсуждать с кем-то но такая возможность как бы у человека есть и собственно про софт скиллы точно также у нас все вещи которые я рассказываю у нас сегодня как сервисы то есть никто никому ничего не навязывает да и вот эти вот софт скиллы как бы до человек тоже сам про себя может узнать может попросить какие-то рекомендации ему дадим рекомендации скажем смотри что у тебя вот низкий уровень овнершипа дай и можно его расширять но ты должен до 1 1 шаг найти к изменениям признать недостаток свой дал признать проблему пока мисс вы не признаете проблему вы не сможете решить да 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 давайте вот это прям тест когда это прям тест с вопросами который позволяет нам от выявить ну почему по софтам на самом деле там тоже есть с вопросами но пока не автоматизированы то есть вот если этот уже автоматизированный а этот у нас мы сейчас готовим экспертов которые будут пока месяц в ручном режиме задавать эти вопросы какой дополнительный вопрос и все да как-то быстро время прошло только начали вроде но опять же типы личности для для каждого к счастью да люди все разные это здорово и роли все разные требования к этим ролям тоже разные и зависимости от психотипа людей разные роли ну пойдут по статистике как бы разные роли помогут людям когда скажем так точнее люди смогут в этих ролях быть более успешными там или менее успешными и вот собственно нас тоже есть как сервис да вот вы можете прийти у нас есть сервис профессионального развития куда вы можете обратиться и получить как бы информацию о том какому тихо типу относитесь какие рекомендации по ролям по зонам развития так далее опять же это как сервис это не навязывается мы благодаря всем тем инструментам которые нас повели дал мы смогли создать сервис профессионального развития которые собственно используя там информацию о ваших ценностях и ценностей компании понимание процессов вашим навыках там знаниях целях возможностях там интересах и мотивации да дать какие-то рекомендации анализируя всю информацию которая нас есть дачи куда 5 рекомендацию то есть куда сходить какой сервис чем воспользоваться самый после того как он сходил какой-то сервис анализирует это статистику там дать ему какие-то рекомендации какие оппортюнити можно какие проекты можно как как со своим проектом общаться в том числе да потому что на самом деле иногда людям кажется что они могут быть более успешными в других проектах или других ролях но это не всегда так то есть после общения можно понять может оказаться что человеку на самом деле нужно быть в этом у меня был случай когда пришел ко мне человек я хочу быть пьемом я говорю но отлично ну а почему то есть он говорит ну смотри у меня есть технический сертификат по amazon у я самый получил недавно сертификат по джаве по ораку и вот я сейчас еще там что-то там не помню по этим самым по микросервисам сейчас готовлю сертификат я говорю хакия почему ты хочешь быть пьемом понимаешь я вот был в этом проекте как бы я уже ну как бы мне там неинтересно я бы уже в этом проекте мне неинтересно я хочу быть пьема хорошо что такое пьем для тебя что такое пьем и после там не знаю там часа общения с ним человек бы понял что вообще он неправильно понимал роль пьема мало того то что он делал там как своего развития ему нравилось это что как бы нужно делать пьемы мне понравится ему нет смысла эти пьемы то есть иногда просто общение но тоже помогая часу осознать вообще собственно ну свое желание лучше были другие случаи когда чек приходит это же я хочу быть пьемом я тоже рассказываю он говорит да я понимаю что или проблемы мне это не нравится но я хочу попробовать и там тоже были разные к если были попробовал мне получилось и вернулся в техническую роль или бывало такое что попробовал получилось сказал же спасибо что ты рассказал о всех проблемах да я к ним повы меня получилось все таки кстати тоже бывают Продолжение следует...